Всего больше суток осталось до события, от которого одни ждут откровения, а другие на его результаты особо не надеются. 18 сентября мы будем определять новый состав Государственной Думы 7-го созыва. У сотрудников избирательных участков осталось совсем немного времени, чтобы подготовить их к приему избирателей. В нюансы непростой работы вникла Лада Рыбакова. И так тысячи раз печати ставят на каждый бюллетень, иначе он будет недействительным. Членам этой участковой избирательной комиссии нужно оформить почти 6 тысяч бланков. По три штуки на каждого избирателя. Это голосование за партию, голосование за депутата в Госдуму и за депутата законодательного собрания. Там нужны довыборы. Условий подготовки бюллетеней так много, что отдыхать некогда. Мы наклеиваем марки, мы ставим две подписи, ну как всегда. На данном этапе мы по Государственной Думе в партии уже бюллетени все подготовили. Все наклеили, проштамповали, подписали. У нас остались бюллетени одномандатников и в ЗАГС собрания. Но я думаю, что за два дня мы управимся. Управляться приходится и с теми, кто приходит за открепительным удостоверением. На каждого человека уходит в среднем по 10 минут. Помочь заполнить заявление, найти и расписаться в списках избирателей. А если человек голосует впервые, его нужно еще и поздравить. Это на память о том, что вы первый раз пришли голосовать. Спасибо. Ждем вас в следующем выборе. Выбирать, к слову, придется из меньшего числа кандидатов. Тех, кто снялся с предвыборной гонки, нужно не только заклеить на информационном плакате, но и вычеркнуть из списка в бланках. Этой трудоемкой и кропотливой работой занимаются и на этом участке. К тому же здесь среди избирателей много людей с ограниченными возможностями. Тем, кто плохо видит или не видит совсем, готовы помочь. Вот этот трафарет предназначен для выбора партии. Избирателю достаточно знать номер, той, которая ему нужна. Вложить в этот трафарет непосредственно бюллетень, выровнять его по краям и уже на ощупь найти нужный квадратик, поставить в нем отметку. На каждый бюллетень есть свой трафарет. Для колясочников есть специальная кабина для голосования. Маломобильного избирателя даже готовы привезти на участок. Если он захочет, достаточно одного звонка. Если у него отсутствует своя коляска, мы ищем либо у соседей, просим коляску, либо по договоренности берем на 8-й советской городской больнице. Машина едет за нашим избирателем, привозим, он голосует, увозим его назад и возвращаем коляску в больницу. В любом случае, избирательное право помогут воплотить в жизнь. Главное, чтобы было желание голосовать. Лада Рыбакова, Андрей Назаров, Новости по будням.